Не об аварийности на дорогах, а о проблемах бытового характера в преддверии своего праздника Дня Матери говорили многодетные мамы. Они рассказали о том, что льготы для семей с тремя и более детьми практически отсутствуют. Есть и много других забот о том, что бьет по карману многодетных родителей. У них самих спросила Анастасия Шеснева. Утро Светланы Ожеговой всегда проходит в спешке. Отправив в школу двоих старших детей, многодетная мама усаживает кормить завтраком младшую Настю. С детства женщина мечтала о большой семье, но оказалось, что хлопот с каждым новым ребенком только прибавляется. Ожеговы не признаны малоимущей семьей, поэтому как таковых льгот у них нет. В этом году они решились и скидок в общественном транспорте. Теперь ежедневно супругам приходится выделять из семейного бюджета по 100 рублей на проезд детям. И эта проблема не единственная. Финансов, если честно, даже с учетом того, что мы не являемся малообеспеченной семьей, катастрофически не хватает, потому что дополнительное образование высасывает очень много денег. Проезд, питание, в школе. Элементарно даже лечение детей, когда они заболевают, хотя ей до шести лет положено бесплатное лекарство, мы получали всего два раза, и то, в общем-то, с большим боем. Многие мамы просто не знают, какие льготы им полагаются по закону. В нашем городе информированием кировчанок занимается Ассоциация защиты прав многодетных семей. Елена Чеснокова признается, что ей постоянно приходится бороться за права мам. Обидно, что власти экономят на детях, говорит женщина. Вот сейчас, да, хорошо, есть вот это пособие, 7 тысяч по уходу за третьим ребенком. Так ведь это трое детей, это мама не работает. То есть, ну, хоть какая-то зарплата у мамы должна быть. А у Светланы новая забота, и она боится, что со следующего года могут отменить еще одну льготу. Раньше многодетным семьям возвращали 50% от стоимости детского сада. Если слух подтвердится и льготы уберут, то траты на ясли значительно ударят по кошельку Ожиговых. Анастасия Шерстнева, Александр Брызгалов, Бюро новостей Дайвича.